здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вяжем к нашему комплекту метенки пряжа у меня тоже что и было 285 метров 100 граммах два сложения то есть вы можете выбрать потолще в одно сложение ориентируемся на вот эту плотность то плотность 140 метров 100 граммах если в одно сложение так 30 петель я набираю для метенок и вяжем две детали в зеркальном отображении то есть вот смотрите если я сразу вижу 2 чтобы вам было понятно всего 30 петель здесь и 30 петель здесь с краешку 7 петель и 7 петель платочной вязки потом 3 петли 3 петли чулочной глади и 20 петель и 20 петель платочной вязки то есть распределяем таким вот образом что у нас как бы по парные детали ли пары ну как бы две пары вязаные в зеркальном отображении вот таким вот образом можете вязать конечно отдельно то есть сначала такую деталь потом такую деталь у которой эта полоса слева а эта полоса которая это у этой это полоса чулочной глади слева а у этой справа то есть свяжите две вот такие вот кита смотрите провязала я параллельно по 50 рядов каждый высоту я сейчас скажу вам примерно сколько это сантиметров ну вообще и чтобы вас хватало где-то видите у меня 19 примерно 20 есть если вот так вот визуально сложить ваша рука чтобы здесь как бы входило то есть верить меряйте на ручку петли сейчас все закрываем вот эти три петли лицевой глади снимаем со спицы эту последнюю петелечку вытаскиваем побольше и закрываем до конца со вторым со второй деталью делаем то же самое закроем петли здесь вот закрываю обычным способом до конца эти петли распускаю то же самое сделаю с этой половинкой вот смотрите как они переводят распустила на все курсы вернее все их всего 2 теперь будем заплетать нашу косичку беру последние две ниточки я буду закрутить либо руками либо крючком и заплетаю из пяти последующих пяти распущенных у меня их будет 10 потому что я вижу два сложения 45 вот они раз два три 4 5 смотрите как вам удобнее удобнее крючком делайте крючком удобнее руками делайте руками что я в шапке делала руками сейчас делаю крючком и вот так вот до конца заплевая косу до конца беру нитку в два сложения вот так вот складывая приблизительно и буду закреплять курсу так вот продеваем закрепляю и вижу еще четыре столбика без накида в эту дырку как бы в эту последнюю петлю косы теперь закрепляем вот сюда вот вот она наша петля получилась вот такая вот продеваю на изнаночную сторону и теперь сшивать сшивать буду вот таким образом складываю лицевыми сторонами вовнутрь и вот эту петлю как бы продеваем внутрь здесь я сошью здесь просто так вот передвигаемся немножечко сюда чтобы петля у нас была с той стороны чтобы мы могли пришить декоративную пуговицу теперь чтобы нам вычислить вот эту нашу дырку примерно меряем где у нас пальчик вот это коса которая у нас той стороны у нас получается она вот это вот сгибе кладем ручку видите вот здесь вот у нас пальчик начинается значит сюда я еще немножко сшиваю здесь делаю узел и просто вот так вот в одно сложение здесь пройду немножечко не буду делать не буду обрезать чтобы не было условно красивых на красивой обработки просто вот так вот пройдусь здесь просто сшиваю дальше вот если мы наденем вот такая вот я вернее я делал вот так вот здесь у нас еще причем пуговицу декоративную и все готово второе делаем точно так же смотрите девчонки вот мои готовые метенки вот так вот застегивается пуговички зеркальном отражении вот эта дырочка на пальчик ну и пуговичку соответственно я пришила и застегнула но она больше будет как бы декоративно вот так вот они выглядят вот так ну все девчоночки метенки готовим вяжите носите на здоровье радуйте себя свои ручки с вами была вика школа рукоделия всем пока пока до новых встреч а не забываем девчонки подписываться на инстаграм там будут розыгрыши там будут мини-видео с ответами на ваши вопросы в общем там будет много всего интересного чего нет на ютубе все мои хорошие с вами была вика школа рукоделия всем пока пока